Кировских водителей ждут сплошные проверки на дорогах. Городминистрация отчиталась о ходе ремонта дворов и в День Победы кировчане услышат колокольный звон из всех храмов. Все подробности далее. Наш эфир продолжит рубрика короткой строкой. В Кирове пройдут сплошные проверки водителей. 9 мая в Ленинском районе города сотрудники ГИБДД будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках. Автоинспекторы будут проверять водителей на состояние алкогольного опьянения и не только. Напомним, что за вождение в пьяном виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав, а также уголовная ответственность. Городминистрация отчиталась о ходе ремонта дворов. Сейчас в работе у подрядчиков находятся 10 придомовых территорий на улицах Воровского, Московской, Ульяновской, Менделеева, Производственной. Рабочие устанавливают там бордюры и ремонтируют тротуары. Напомним, в этом году в Кирове должны отремонтировать 36 дворов. Работы должны быть выполнены до конца сентября. Игорь Васильев оказался в хвосте рейтинга влияния губернаторов. В апреле глава Кировской области попал на 65-ю строчку из 85-ти. Рейтинг основан на опросе, в котором участвуют 27 экспертов. Это политологи, медиаэксперты, журналисты и другие. За месяц Игорь Васильев поднялся на одну строчку в рейтинге и попал в группу со средним влиянием. Лидируют в рейтинге мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В День Победы во всех храмах Кировской области прозвучит колокольный звон. Вятской епархии сообщили, что утром в монастырях и храмах пройдут богослужения с молитвами за дарованную победу. Там будет совершаться поминовение погибших участников войны. В 19 часов по всей стране пройдет минута молчания, а в 19.07 во всех храмах области прозвучит колокольный звон.